Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Скоро мы будем отмечать День Победы. С 9 мая 1945 года прошло 76 лет, и с той поры месяц май звучит по-особенному в наших сердцах. Лично я, например, привык считать весь третий месяц весны настоящим праздником жизни, волей к жизни, мужества, упорства. И с этим праздником неразрывно связана еще одна дата. Дата в этом году круглая. Это 90-летие Вятского машиностроительного предприятия «Авитек», завода, который вносил и продолжает вносить бесценный вклад в обороноспособность нашего государства. И сегодня в нашей студии я приветствую председателя Совета ветеранов Вятского машиностроительного предприятия «Авитек» Василий Русинов. Василий Павлович, добрый день. Здравствуйте. Давайте сразу же поздравим нас, и заводчан, и слушателей с приближающимся Днем Победы. Ну, разрешите поздравить вас с наступающим праздником, великим праздником, День Победы, который мы все очень любим и отмечаем. Ну, и в том числе у нас в этом году, в октябре месяце, 1 октября, исполняется 90 лет нашему предприятию, Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Ну, об этом чуть позже, о 90-летнем юбилее. Давайте для начала о Дне Победы. Как готовитесь в этом году? Какие коррективы вносит пандемия? Это непростая ситуация. Ну, я бы хотел начать с ветеранской организации. Значит, наша ветеранская организация была организована в 1978 году. Она находилась под руководством профсоюза. В 2012 году ветеранская организация под руководством нового председателя Смертина Валерия Павловича, будем говорить, возродилась. В это время генеральным директором был Кушов Борис Васильевич. В этом году произошли очень большие изменения в деятельности ветеранской организации. Вот на сегодняшний день численность составляет 3257 членов. Значит, участников Великой Отечественной войны осталось 6 человек, а тружеников тыла 160. Я вот взял для сравнения просто в 2016 году было... По цифрам, да? Да, по цифрам. Участников войны было 28 человек, а тружеников тыла 441 человек. Вот видите, какая уже большая разница. Ну, увы, время не щадит. Время не щадит. Да, людей. Ну, вот по возрасту ещё. Вот старше 80 лет у нас 1311 человек. Старше 85 – 553 человека. Старше 90 – 235. Старше 95 – 45 лет. И свыше старше 100 – 1 человек. Если говорить о нашей ветеранской организации, вот в прошлом году, значит, мы отмечали 75-летие Великой Победы. И в прошлом году было очень много сделано памятного для увековечения этой победы. Благодаря генеральному директору Александру Владимировичу Иванову был создан монумент, который увековечил всех наших заводчан, которые ушли на фронт и не вернулись. Монумент расположен на территории, да? Да, монумент расположен на территории. У Вечного огня у нас на территории. Значит, это 886 человек. Кроме этого, значит, вот именно только в прошлом году был обновлён монумент памятная доска блокады Ленинграда. И, кроме этого, нам подарили прекрасный офис для работы ветеранской организации. Вот мы очень благодарны руководству предприятия, директору предприятия за такой хороший подарок. Сейчас мы можем проводить мероприятия и уже проводим, собирать ветеранов, ну, так сказать, в небольших количествах. То есть это, видимо, уютное очень помещение с современным ремонтом, да? Да, уютное помещение. Оно полностью оборудовано. Значит, у нас там 4 работника, у каждого компьютер, кухня. Ну, в общем, все условия для приёма гостей. А до этого в каких условиях приходилось работать, чтобы для сравнения понимать? Да, для этого получалось так, что у нас комната располагалась на втором этаже. Потом там начался ремонт, нас перевели на третий этаж. И вот наши ветераны, пожилые люди, приходили на третий этаж, значит, с палочками отдыхали, пока поднимались. И вот благодаря этому сейчас всё это находится на первом этаже. В общем, очень условия хорошие созданы для работы ветеранской организации. Ну, я так понимаю, ветераны довольны, хорошие отзывы поступают. Да, они приходят и удивляются ещё. Надо же, говорит, какие условия создали для нас, для вас и так далее. Причём это была инициатива сугубо руководства, то есть вот оно решило и сделало. Да. Этот вопрос впервые был озвучен в 2016 году на конференции, на отчётно-перевыборной конференции. И Александр Владимирович сказал, что мы рассмотрим этот вопрос. И вот за это время было произведено решение и произведён очень большой, ну, будем говорить, дорогостоящий ремонт. Я бы хотел коснуться ещё что. Вот в прошлом году, в связи с 75-летием победы Великой Отечественной войне, конечно, пандемия внесла очень большие коррективы. Мы не могли собирать большие, так сказать... Группы ветеранов. Группы. Ведь, вот, допустим, до этого мы отмечали День пожилого человека и День рождения завода. Мы арендовали Дом культуры, значит, и в течение четырёх дней, согласно графику, приглашали ветеранов, где они... Мы их поздравляли, награждали. Дальше концертная программа была прекрасная и вручали обычно денежные подарки. Вот в прошлом году, ну, нельзя было собирать такие массы людей. Ограничения были, да. Были ограничения, но в прошлом году всё же... Вы знаете, когда, значит, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, значит, вот эти медали юбилейные, которые были, мы помогали, ездили по домам, вручали. И ещё от нашего завода были денежные подарки участникам войны по 25 тысяч рублей дополнительно, тому, что, значит, было лишено, значит... К тому, что государство, да? Да, к тому, что государство. А труженикам тыла по 10 тысяч рублей. Кроме этого, значит, руководством нашего концерна «Алмаз-Антей» в июне месяце послали нам на каждого ветерана, на каждого. А в это время у нас ветеранов находилось 1449 человек. Продуктовые наборы, они весом более 10 килограмм, значит, там очень... Они очень большие. И вот наши волонтёры, наши уполномоченные цехов... Ну, надо помоложе привлекать. Да. Всё-таки доставлять... Развозили, значит, ветеранам. И ветераны были, конечно, все очень благодарны, значит, вот такую громадную работу провели, значит, поздравили ведь не только участников войны и тружеников тыла, а вообще всех ветеранов. Ну, вот, если говорить о нашей ветеранской организации, то мы ведём ежедневный приём наших ветеранов. Так, с какими вопросами, с какими темами обращаются? К нам в основном приходят по оказанию материальной помощи. Это подарки ветеранам в денежной форме к дню пожилого человека и к дню рождения завода. В октябре, соответственно, до каждого года. Да, когда мы приглашаем всех на праздники, мы, значит, им вручаем это. Дополнительные денежные подарки труженикам тыла и участникам войны. Вот, что мы нынче уже сделали, мы нынче участникам войны по пять тысяч вручили. То есть наши уполномоченные, наши волонтёры уже всех объехали. И труженикам тыла по тысяче рублей. Простите, Василий Павлович, уточню, собираться опять-таки в этом году не получится, да? Нет, в этом году мы планируем собраться, арендовать снова Дом культуры. Но это будет зависеть от того, что как бы вопрос пандемии. Какое решение власти примут, регионы в частности? Да, если будут большие ограничения, конечно, этого делать нельзя. Увы, не получится. Но вот здесь, значит, вот уже здесь, к Дню Победы, 7-го числа, мы приглашаем наших ветеранов посетить завод, поучаствовать в митинге или шествии, значит, с Днём Победы. У нас такая практика проводится. К Дню Победы обычно на заводе идёт митинг, значит, там приглашается оркестр, там приглашают юно-армейцы, школьники. Идём к Вечному огню, там, значит, произносятся поздравления. И дальше выходим на концертную площадку, где ставим концерт своими силами в основном. Значит, у нас, кстати, есть прекрасный хор «Вятские напевы», ансамбль «Отрада». И вот на этой площадке, там, значит, устанавливается кухня, что нынче тоже планируем. Полевая кухня. Полевая кухня. Чай, гречневые каши с этим, с мясом. С тушёнкой. С тушёнкой. Вот. И послушать концерт, это очень, кстати, хорошо и просто интересно. И люди с большим удовольствием идут. Но было бы здорово, если бы ещё с погодой повезло, да, если бы было солнце и тепло. Замечательно вообще. К сожалению, вот видите, люди вот уже записываются и просятся. Порядка где-то уже около сотни человек ветеранов записались. Мы готовим списки. Но ещё, значит, я думаю, время подойдёт, будет побольше людей. Вот приходят люди с разными просьбами. Мы очень много контактируем с нашими депутатами. У нас, значит, Гончаров Герман Анатольевич, Каврижных Сергей. Заместитель председателя законодательного собрания Кировской области. Каврижных Сергей, Халевин Сергей. Это депутаты Кировской городской думы. Это депутаты Кировской городской думы. И вот, когда люди обращаются с тем или другим вопросом, которые мы сами не можем решить или не в состоянии, мы обычно обращаемся через этих депутатов помочь в решении вот этих вопросов. Что за список вопросов? Самые обычные, самые насущные, я так понимаю, да? Да. Там и благоустройство, и дороги. И тут вот мужчина подошёл с жильём у него вопрос. Подключили мы там депутатов, значит, вопросы разные. Но обычно по материальной помощи, значит, мы какие вот оказываем материальную помощь? Вот в связи со смертью наших ветеранов, значит, мы оказываем материальную помощь в размере 7 тысяч рублей для тех, кто работникам завода, а тех, кто не работающие на заводе, там по 5 тысяч рублей. Значит, дополнительная помощь всем ветеранам-юбилярам по 500 рублей. Проведение встреч в кафе. Вот проходит квартал, мы, значит, юбиляров приглашаем в столовую, накрываем им столы, организовываем праздничный концерт для них, поздравляем, ну и люди и танцуют. Ну, в хорошем понимании такой вечер, встреча, праздник. К сожалению, в прошлом году мы только один сумели провести в январе месяце, а потом все эти мероприятия... Из-за пандемии опять-таки пришлось отменить. Надеюсь, что все вернется на круги свои, да. Так. Дальше у нас был еще такой момент, значит, мы одиноким ветеранам оказывали помощь, значит, в бесплатных обедах. Это, значит, по 15 обедов ежемесячно. Тоже пришлось отказаться временно пока из-за этого. В настоящее время, значит, мы компенсируем путевки в санатории. Половину стоимости путевки на не менее, не более 15 тысяч рублей. Так что, если человек... Активно пользуются этой возможностью ветераны? Да, пользуются. Вот в прошлом году, я не буду врать, где-то порядка 20 человек, значит, обратились, ну, за компенсацией вот по этим путевкам. При проведении дорогостоящих операций, дальше протезирования зубов, приходят люди, значит, подтверждающими документами, что они вот оплатили вот такие-то счета. Слушайте, мне даже не верится, что такая поддержка существует до сих пор на предприятии. Это что-то вот, в моем понимании, это что-то давно забытое, а оказывается, это есть. Надо сказать, что у нас смета утверждается генеральным директором вот последние два года по 6 миллионов рублей. Ежегодно на деятельность как раз-таки Совета ветеранов. Да, только на деятельность, оплату наших мероприятий. Ну, мне кажется, что, конечно, хотелось бы больше, потому что ведь хочется каждому помочь, да, и удовлетворить его запрос, но вот пока в таких рамках. Но и это очень-очень солидная сумма, безусловно. Да, ну вот еще бывают там и пожары, и вот все... Чрезвычайные происшествия, да. Да, это всегда, конечно, мы оказываем. Ну и вот еще, что мы, значит, я бы сказал. Вот в прошлом году мы, конечно, мало было организовано, значит, проведение экскурсий по историческим местам. Вот в позапрошлом году мы провели более семи экскурсий. Обычно берем автобус не менее на 50 человек, и даже вот съездили в Ашкар-Алу. А, даже исторические места-то имеются не только в рамках нашего города, но и в другие регионы поездки. Да, мы ездим и в Слободской ездим, там вот музей Бакулева, в Кирово-Чапецк ездили, ну и в другие, значит, города. Но, к сожалению, вот эти экскурсии эти... Временная приостановка. Временная приостановка. Хотя в этом году мы уже пять экскурсий провели, каких? Приглашали наших ветеранов в обновленный музей. Ну это отдельная тоже очень радостная тема, да, обновление музея в ЛПР. Причем мы приглашаем сейчас как по цехам, обычно, значит, чтобы люди, приходя, видели, знали, с кем они работали, с кем общались. Им, конечно, интересно поговорить, им ведь зачастую не хватает общения очень часто. Именно посмотреть друг на друга, да, пообщаться, о насущных вопросах поговорить. Я напоминаю, что мы беседуем с Василием Русиновым, это председатель Совета ветеранов Вятского машиностроительного предприятия «Авитек». Желаю вам реализации этих планов, связанных с 9 мая. Ну и, безусловно, будет еще то, наверное, о чем мы не успеваем сказать в рамках этой передачи. Но еще раз вспоминаем про 90-летний юбилей «Авитека», который отмечается в этом году. Здесь тоже своя программа, здесь тоже свой список мероприятий, которые вы запланировали. Да, безусловно. Все же, вот, может быть, пандемия нам позволит. Мы приглашаем всех ветеранов в Дом культуры на концерты, значит, где мы их поздравляем, вручаем денежные подарки, награждаем. Это уже в сентябре месяце. Непосредственно перед датой, да? Да, непосредственно перед датой. И это мы проводим в течение 3-4 дней. Потому что, видите, организация большая, и чтобы охватить всех ветеранов, это не получается. Чтобы всем было комфортно, удобно, ну, чтобы не толкаться буквально, да? Ну, конечно, у нас ведь есть ветераны, которые не в состоянии прийти на эти концерты. Тогда наши уполномоченные, наши волонтеры поздравляют их в домашних условиях. И денежные подарки туда приносят и поздравляют, значит, уже ездят непосредственно по домам. Эту работу придется делать, безусловно. Да. Даже если, вот, я считаю, если даже пандемия не позволит собирать людей вот в Дом культуры, в любом случае наши волонтеры поедут поздравлять, и денежные подарки мы уже заложили в смету, соответственно, чтобы люди не забывали, что завод их не забывает, беспокоится о них. Сами ветераны, вы общаетесь между собой, они чувствуют торжественность этой даты? Все-таки 90 лет, очень солидный срок. Они ждут, они надеются, что удастся как-то по-особенному отметить, отпраздновать? Конечно, они ждут, они и звонят, и интересуются. Вот еще сейчас, вот «Голос рабочего» газета выходит у нас, для нас порядка 200 экземпляров приходит. И вот фактически ветераны приходят и разбирают все эти газеты, то есть они интересуются. Опять же, недостаток вот этой информации, они хотят получать эти сведения. Еще бы мне хотелось, знаете, о чем спросить вас? О культурной жизни ветеранов. На многих предприятиях, я знаю, есть свои коллективы, собираются, поют, танцуют, музицируют. Это такое очень душевное зрелище обычно, когда люди в возрасте становятся моложе буквально на глазах и расцветают. Расскажите об этом направлении работы. Ну вот у нас существует хор ветеранов, я уже говорил. Хор ветеранов, он участвует во всех наших мероприятиях, которые мы проводим с ветеранами. Это и чествование юбиляров, это встречи и в Доме культуры, и поздравления ветеранов. Они всегда во всех этих мероприятиях участвуют. У нас есть наши самородки, которые не хуже поют, чем наши артисты. Значит, мы тоже их приглашаем. В популярные эстрады, да? Совершенно верно. И песни поют, и играют на баяне. Кроме этого, вот у нас есть много предложений. Буквально недавно позвонила руководитель из музея Васнецовых и предлагает, давайте мы с ними сотрудничаем, то же самое, привозите ветеранов, мы вам организуем концерт. И, пожалуйста, значит, в любое время, с любой тематикой. И мы всегда идем, конечно, навстречу, стараемся идти. Как будут складываться обстоятельства. А еще скажите, пожалуйста, Василий Павлович, ветераны, вот мы как-то сейчас говорим, им помощь, нужна поддержка. Но ведь, мне кажется, люди с таким богатым опытом, с такими сердцами пылающими, как они работали, если вспомнить, наверняка у них до сих пор масса идей, каких-то масса предложений, как улучшить жизнь не только своей ветеранской организации, но и завода, предприятия в целом. На эту тему вы общаетесь? Хотелось бы послушать, какие идеи зреют у ветеранов. Ну, во всяком случае, воспоминания, пишут у нас есть люди, бывшие руководители, приносят свои материалы воспоминания. Вот даже я могу сказать, знаете, вот, конечно, не так давно отмечали столетие рождения комсомола. И то, что вот много ветеранов прошли через комсомольскую организацию. И мы, активистов самых таких, мы приглашали в столовую, даже наградили их медалями 100 лет. Любовь комсомолу весна. Да. Люди уходят, когда на пенсию, в большинстве своем им не хватает общения. Вот даже я бы не сказал, что материально там очень многие там озадачены. У нас, видите, еще как ветеранская организация работает. Допустим, у нас по подразделениям каждый цех курирует своих ветеранов. То есть их неуполномоченные. Ну, это такая традиционная схема. Да, 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 да. Ну, вот в последнее время как-то не очень это самое. Но обычно по каким-то таким памятным датам руководители подразделений приглашают ветеранов посетить подразделения. Свои родные пенаты, что называется. Приходят, значит, я вот когда еще и работал в свое время, значит, мы всегда приглашали вот, ну, на такие юбилеи. И люди приходили, смотрели, удивлялись. Вот здесь новое оборудование появилось. Вот здесь так-то интересуются, вот кто этот жив, здоров или нет. Тяга, стремление, да, знать, узнавать. Кроме этого, мы приглашаем наших ветеранов на лекции в библиотеку имени Горького. Ну, в прошлом году было поменьше, а вот в 2019 году посетило 476 человек наших ветеранов вот это мероприятие. Вот в 2019 году, видите, там было более свободно. Значит, только одних заявлений на материальную помощь у нас пришло 611 было написано заявлений. Мы все удовлетворили. Но в прошлом году было 388. Ну, это уже, конечно, связано с тем, что люди опасаются много ходить там, так сказать. Но вот все эти заявления были удовлетворены, ну, в пределах наших возможностей. А, кстати, Василий Павлович, используете ли вы в это пандемийное время вот эти современные технологии, связи, онлайн какие-то мероприятия проводятся? Мы об этом не упомянули, но если есть, то и было бы сказать, пожалуй. Мы пытаемся это наладить. У нас еще пока здесь очень большой вопрос, потому что многие наши ветераны старше 80 лет там, получается, значит... Большинство их там, да, получается. Большинство. Они не владеют вот этими цифровыми технологиями. Это основная проблема, да? Мы даже вот начали прорабатывать вопрос. Ну, вот денежные подарки обычно приглашаем людей, вручаем непосредственно, чтобы переводить им либо на карточки, либо это. Но, понимаете, это связано с многими такими вопросами, которые нам сложно решить в одночасье. А так, конечно, те молодежь, кто выходит, они имеют возможность, значит, пообщаться через интернет, через вайбер, там, ватсап. Вот. А вот старшее поколение, они это дело не признают. Мы уже близимся к завершению нашей беседы. Василий Русинов, председатель Совета ветеранов Вятского машиностроительного предприятия «Витек». Еще есть немножко времени, Василий Павлович, для того, чтобы обратиться с поздравительными словами к своим коллегам, к ветеранам, к сотрудникам «Витека» и с 9 мая, и с 90-летием, и на этом уже придется завершать. Ну, я бы хотел поздравить наших заводчан, ветеранов, с наступающим праздником Днем Победы, 76 лет Великой Нашей Победы, и с наступающим 90-летием нашего прекрасного предприятия «Авитек». Спасибо, всего доброго, осуществление планов и удач. Спасибо. Спасибо.